Теперь по всему остальному. Если рассматривать электрозадвижку, то она может быть расположена по центру между замками, может быть снизу. На самом деле это не единственный вариант задвижки. Мы можем применить более простое устройство с более простым управлением. Соответственно эта вся простота будет компенсирована ценой этого всего, то есть стоимость конечно будет значительно ниже, если мы применим, я вам покажу другие варианты, они есть. Тогда можно будет применить ее в раму, она будет стоять в раме, никаких даже проводов на дверь не будет идти, она будет выскакивать из рамы и там где-то входить на уровне колен, чуть выше. То есть это как раз в той зоне, где максимально можно приложить усилия. То есть управляться она будет тоже более таким незащищенным каналом. Но это вы скажете, то есть именно какую планку вы хотите взять в этом направлении. С этим так. Теперь по механической части. То есть нижний замок Chisa Revolution Pro редукторная, с 6-мм каленой пластиной на весь корпус замка и с броненакладкой с юбкой. То есть это то, что идет в комплекте, то что идет в комплекте. И это как бы не то, что надо все менять, то есть это какое-то ущербное. То есть это в принципе максимум. 6-мм каленая пластина за 11 мм обычного металла это огромный объем работы, чтобы ее разрушить, добраться до механизма замка. Поэтому с этим так. Но можно еще как бы пойти дальше, можно увеличить концентрацию металла. Верхний замок. В принципе, как вариант, я бы рассмотрел либо Chia RMRX, либо Guardian 4001 Quattro. Замок, который не открывается самоимпрессионными отмычками. Замок, который, ну в принципе, открыть его в чистую. Это замок в принципе на уровне обои протест. По вскрытию отмычками. Открыть можно, но это могут сделать, ну такие единицы, которые, ну можно, ну и глаза вы не увидите этих единиц. Это действительно нужен, так навыки, так инструмент совершенно другого уровня, чтобы открыть, допустим, Chizu. Система антипикинг, там защита отмычек и все. То есть это все туфта по сравнению с, ну реализацией защиты отмычек в данном замке. Guardian 4001. Либо применить замок, не Guardian, а Chia RMRX. Это замок, ну я вам его покажу чуть позднее, если он вас заинтересует. Он имеет, да, еще магнитные вставки на ключе. То есть в таком, он, это позволяет, не позволяет скрыть его вот инструментами в чистую. И он тоже защищен каленой пластиной, двухмиллиметровый будет верхний замок. Кроме этого, от нижнего замка идут тяги вниз и вверх. И кроме этого, если мы вот выберем компоновку, компоновку сувальдной цилиндровой, то в таком случае можно будет, ну некоторые модели сувальдных и цилиндровый замок. Мы в таком случае сможем применить перезапорную систему нашу фирменную, та, которая, в принципе, стоит на всех наших дверях. Если это кардинально не меняется замковая группа, если в таком случае, закрывая нижний замок, вы перекрываете ключевое отверстие верхнее. То есть вы, опять-таки, не даете возможность подготовиться к верхнему замку, понять, что за замок и даже понять, где сверлить. То есть, потому что вы не понимаете, ну, непонятно, что за замок. В каждом замке сверлить нужно в разных местах, а в этом замке это особенное место, то есть оно вообще расположено, то есть в стороне ключевого отверстия. Поэтому с этим, ну, комплектация замков, это будет прекрасно. То, что вы говорите об лой протек, это хороший выбор. То есть, когда вы будете находиться дома, закрываться, то есть у вас будет сразу же перекрываться верхнее ключевое отверстие. И вот это как раз и создает и компенсирует то, что я вам говорил, что дверь перевертывается, что это хорошо. Это хорошо как раз вот в том плане, что не дает подготовиться к основной двери. То есть, ну, для того, чтобы начать, ну, понять, что за дверь, то есть нужно открыть первую, соответственно, то есть ее уже потом, ну, дали либо собрать до кучи и будет видно, что она поломана, либо опять аккуратно закрыть, то есть если она была вскрыта без повреждения, изучить внутреннюю дверь там и уйти, допустим, прийти в следующий раз уже с нужным инструментом. Либо, то есть, это все делать в один дубль, то есть открывается дверь и все, все, что ты получаешь, ты должен иметь с собой весь инструмент. Ну, а иметь с собой весь инструмент, это, ну, практически невозможно. И вот как раз вот эта перезапорная система, когда один замок перекрывает доступ к другому, как раз она вот и делает вот этот эффект, грубо говоря, первой двери. То есть, поэтому нашу дверь вот в такой комплектации можно ставить как первую дверь, и она будет очень неудобная, очень неудобная, то есть, со всей точки зрения, чтобы ее вскрыть, сломать, но при этом очень удобная для пользователя, так как здесь все сведено к минимуму. Здесь нет, можно было бы и 10 замков в ряд расположить, но как этим пользоваться, ну, здесь, как бы, вы сами понимаете, когда эти 10 замков будут закрыты, это другой вопрос. То есть, или они будут закрыты на один замок, или постоянно закрывать 10, и потом в один раз закрыть на один и перечеркнуть всю, как бы, защиту. Поэтому, пока. Так.